Я дизайнер, и хоть и работал совершенно в разных профессиях, но дизайн мне интереснее всего. И сегодня, как мне кажется, дизайн в нашей жизни занимает достаточно большое место, хоть и мы этому не так сильно придаем значение. В обычной жизни, если я куда-то путешествую, и на поезде это происходит, когда более есть раскованная ситуация, люди спрашивают, чем я занимаюсь, и я говорю, что я дизайнер, и они сразу спрашивают совет, во что перекрасить кухню. А я занимаюсь логотипами, фирменными стилями. Ну, естественно, я знаю, во что перекрасить кухню, если вдруг у вас тоже возник такой вопрос, то в желтый самый оптимальный вариант, потому что это вызывает аппетит и не позволяет тебе долго там задерживаться, чтобы не потолстеть. Сел, быстро ушел. Дизайн очень сильно помогает, и я, наверное, очень сильно не люблю показывать кейсы, потому что, во-первых, делают все, а мне кажется, что я не такой, как все. Ну, только кажется, безусловно. Но при этом достаточно сложно очень разговаривать с людьми, которые мало знают про дизайн или мало им интересуются, что же это такое. Ну, то есть у меня был опыт, когда я теща объяснял, что такое дизайн, и это в итоге вылилось в практические занятия, которым я сейчас преподаю студентам. То есть это не слова, а некие ощущения. И дизайн тоже самое, это некие ощущения. И, наверное, для того, чтобы меня понять, я все-таки покажу вам кейс, один из самых последних, и на примере его расскажу о том, каким образом я работаю в принципе, и как дизайн сейчас себя чувствует в нашей стране. Есть такая компания, вообще, в принципе, я на фрилансе нахожусь, у меня трое детей, красавица-жена, собака, кошка, и я работаю дома. Работаю я очень быстро, и из-за того, что я этим занимаюсь долго, порядка 16 лет, и очень много соблазнов, поэтому я адаптировал свою работу в какой-то такой короткий режим, совсем стремительный. Очень много времени я провожу за анализом этой работы, но когда сажусь работать за компьютер, это буквально одни выходные в месяц. И так как я нахожусь на фрилансе, то проекты ко мне приходят сторонние. Я обычно выгляжу как дизайнер для дизайнеров. То есть меня часто очень зовут другие дизайнеры сделать что-то для себя, то, с чем они не могут справиться, или какие-то компании. Вот, например, одна компания, Creative People, я не знаю, может, знаете или нет, очень хорошая контора, они рисуют сайты и занимаются вообще всякими разными широкими вещами сейчас. Они позвали меня на проект по редизайну логотипа, фирменного стиля и сайта компании Legis. Если вы вдруг не знаете, эта компания, до этого разрабатывали им дизайн студии Legisio, они с этим дизайном жили 10 лет примерно, и вот сейчас настало то время, когда они решили как-то измениться. Я вам буду показывать то, что я показывал клиенту. Ну, то есть это презентации, вот те, меня хоть и просили организаторы переделать формат, чтобы он входил в рамки удобного для вас какого-то визуального контента, но я оставил их точно такими же, как показывал клиенту. И еще надо перед этим сказать, что я клиентам всегда показываю один вариант. То есть я такой дизайнер, который диктует приятного аппетита, который диктует свои правила. Ну, то есть я не предоставляю клиенту выбора никакого. Я им даю один вариант, и все, и надо брать. Но я покажу, каким образом это происходит. Ну, то есть у меня все работы, они принимаются. Просто почему, вы сейчас поймете. Это была первая презентация клиенту. На самом деле работать с охранным агентством очень тяжело. Если вдруг у вас был такой опыт, то надо понимать, что вот это люди, они очень сильные. Ну, то есть охранники, они же сильные, да? И они очень простые. И если вдруг ты начинаешь с ними рассказывать на языке, им что-то говорить на языке, который они не понимают, они начинают нервничать. А нервный охранник – это очень плохо. Особенно для такого дизайнера, как я, который, в принципе, никогда в жизни не дрался. И все встречи, которые у нас проходили, они проходили на территории заказчика. Ну, то есть на своей территории я мог бы еще приготовить некие ловушки или, знаете, вот эти отступные варианты, когда ты там дергаешь рычаг, у тебя кресло уходит куда-нибудь, и ты быстро испарился. Или там можно кинуть какую-нибудь бомбу ниндзи, я не знаю, как угодно подготовиться. А там это их территория, и никуда не смоешься. Для начала, перед тем, как работать над проектом, я просто смотрю и анализирую его максимально. Вот эта компания, которая называется «Легис», она до этого называлась «Легион». Но потом этих легионов стало очень много, и они решили себя переименовать. Это немножко странно, потому что легисов на самом деле тоже очень много. Ну, как бы меньше чуть-чуть, чем легионов. Но тем не менее. «Легис» на латыни означает «закон». Обычно в любой презентации, которую я строю, ставлю с самого начала задачу, которая была поставлена в начале. Для того, чтобы клиент, какое у него ни было настроение, он освежил у себя памяти то, зачем мы вообще, собственно, собрались. Изначально этот клиент, можно не считать то, что там написано, он просил сделать что-то непохожее на других. И хотел, чтобы это выделялось из конкурентной среды очень сильно. Конкурентная среда у них такая достаточно архаичная, все очень старое. И в основном это... Вот, например, кто-то назвал охранное бюро «караул». Ну, то есть караул, да, у людей, он... Понятно, что для них это караул вот в старославянском смысле. А то, что это типа караул, ну, ужас какой-то или что-то еще, они не подразумевали, что вот сейчас люди могут так думать. Поэтому поставили мужика с коротким мечом. Ну, у него явно такой короткий, не мужской такой меч. Наверняка они приезжают на очень маленьких автомобилях. Да, и маленькие автоматики у них, УЗИ, они бегают с УЗИ. И у них коротенькие такие бронежилетики на них. Такой караул просто прибегает. Ну, то есть, да, современные достаточно Дельты и Остин-Хофф, из-за того, что они недавно себя меняли, Дельты, например, делала DDUB. Ну, хороший такой вариант, он действительно выглядит в городе интересно, когда выглядишь на машинах, а остальные они такие устаревшие. Вот даже «Легион» есть какой-то еще с щитом. В общем, основная тема – то, что они направлены все вниз. У них есть такая неустойчивая фигура, как любят говорить люди, хотя это не имеет отношения к дизайну. Потом я обычно смотрю, как еще обстоит дело с названием, над которым я работаю, потому что сейчас названий очень много. И они пересекаются часто, и надо понимать, что не нужно делать, как минимум. «Легис», так как это закон, у них очень много компаний подобного рода в сфере юиспруденции. Вот, например, вот здесь, мне кажется, одни женщины работают, причем они выбирают в эту компанию женщин по определенным характеристикам. То есть у меня тоже была такая шутка раньше, когда я работал креативным директором в «Селе света», и мы звали людей на собеседование к себе, и одним из вопросов было, ну, там, первым, скажите, пожалуйста, ну, а как вас зовут? Они такие, ну, например, Владимир, мы такие, жалко, что не Денис. Вы знаете, вы нам не подходите. У нас в компании мы хотим сформировать коллектив из людей, которых звали бы Денис. Ну, потому что я был Денис, и другой человек, который принимал на работу, тоже был Денис. Ну, так мы шутили над людьми. Вот, и здесь, мне кажется, что тоже есть какая-то компания, у которой есть вот ощущения сразу, да, эмоциональные. И вот эти тоже стремятся к бутику нижней одежды, ну, нижнего белья. Так выглядел у них сайт на тот момент, когда они обратились в компанию Creative People. Надо сказать, что, когда я посмотрел на сайт, стало понятно, что достаточно легко будет работать с этим клиентом, потому что если он принял это, то он принял все, что я сделаю. Ну, то есть я здесь успокоился немножко. И надо понимать, что клиент действительно придерживается того, что говорит. Ну, то есть это важно понимать, когда клиент врет, а когда нет. Потому что многие люди, они вот обманывают друг друга. И даже если ты, например, говоришь, что мне нужно что-то современное, динамичное, молодежное, то это же вызывает совершенно разные у всех характеристики. Например, для меня современное, молодежное, динамичное – это вот этот танец же потряс. То есть он современный, динамичный, молодежный очень. А для других людей, возможно, это какой-нибудь хай-тек. Или там кто-то, кто является цыганским бароном, для него это какая-то новая барокко. И это тоже для него современно. То есть надо понять, как человек думает. И вот когда они сказали, что мы хотим быть непохожими на всех, кто есть на этом рынке, и показали вот это, стало понятно, что действительно они по-прежнему, как и 10 лет назад, хотят быть непохожими. Тот знак, который у них есть сейчас, и вообще логотип, вот конструкция такая, внушали очень большую надежду на то, что получится сделать интересный проект сразу. То есть у меня много времени на раздумья особо не ушло, но для того, чтобы понимать, с чем ты работаешь, дизайнеру нужно максимально четко вникнуть в саму задачу. Из-за того, что вы не смеетесь сейчас, вы не понимаете, видимо, каким образом это устроено. Ну, я вам попытаюсь объяснить. То есть дизайнеру интересны не только внешние характеристики, а сама суть этого предмета, на что он смотрит. Вот представим, что, например, это же понятно всем, да, что это пистолет в кобуре, у которого морда собаки является рукояткой. Представим, каким образом происходит ситуация в жизни. Ну, то есть охранник заходит, у него вот эта штука на бедре, и в момент опасности он выхватывает за лицо эту собаку, и чем он будет стрелять? Ну, то есть если он держит за лицо, то, соответственно, он будет стрелять из жопы, простите, пожалуйста. То есть это такой говномет. Ну, то есть его нельзя было сразу показать, они это спрятали внутри, ну, под кобурой, потому что это неприлично, в конце концов. Ну, нельзя так сразу людям шокировать, что у нас такое есть серьезное оружие. Поэтому... А это в интернете показывают, да? Черт побери. А здесь дешевые квартиры в Новосибирске? Здорово. В общем, эту штуку, ее сразу проанализировать достаточно сложно. То есть дизайнеру нужно реально разобраться в том, что зашито внутри, какие есть образы скрытые, которые не видят люди сразу. И мне стало понятно, что здесь присутствует очень хороший образ, который стоит оставить все-таки. Ну, то есть, когда мы занимаемся редизайном, то мы раскладываем эту ситуацию на куски. Это похоже, например, как какой-нибудь ребенок поиграл с Лего. Он поиграл с Лего, и у него получилась какая-то фигня, он без инструкции играл в нее, ну, так получается, или инструкция просто была рядом, но он не смотрел. Получилась какая-то фигня, ну, то есть просто нагромождение разных штук из Лего. И для того, чтобы собрать из этого какую-то заново историю, мы просто берем в редизайне, разбираем заново, смотрим на то, какое количество элементов, какие они по цвету, как они между собой могут сочетаться, и собираем это заново в какую-то красивую ракету или там робота, или что-то еще, что нужно в этой ситуации. То есть мы используем, по сути, тот же самый смысл, те же самые предметы, которые есть с самого начала. Дизайнер, это очень важно, это не создатель, это не художник. Дизайнер разбирается в этих задачах, и он находит всегда именно то, что скрыто внутри этого проекта. Поэтому у дизайнера не должно быть таких разговоров, что типа у меня творческий кризис, я ничего не могу сделать. Все ты можешь, ты просто по-другому относишься к дизайну. Для того, чтобы показать, что оставлять в таком виде безнадежно, нам надо все-таки это действительно показать, а не сказать о том, что мы тебе попробовали, у нас не получилось. То есть вот совершенно смело берешь и пробуешь, и показываешь, что если причесывать просто эту ситуацию, как здесь, он выглядит все равно более аккуратным, но смысл не меняется, он такой же говномет, как и раньше. Здесь он выглядит совершенно ужасно в этих трех вариантах, как ты не стремись его прибавить, образности, сделать из этого больше собаку или больше пистолет, он все равно очень сильно странный. Поэтому мы возвращаемся назад, разбираем вот это самое лего и пытаемся понять, что же здесь хорошего. Здесь изначально хорошие очень два смысла. Пистолет, он является холодным оружием. Он безотказный, он серьезный, он угрожает даже каким-то большим и смелым персонажам. Он их может остановить легко. Но он оружие, то есть это механизм. А собака, она живая, она интуитивная, она может учуять врага где-то там или какого-то человека, у которого плохие намерения, скажем так. И она живая, она настоящая. Вот соединение этих двух вещей, интуиции и холодного оружия, изначально в этом проекте они, мне кажется, и были приняты заказчиком. Поэтому я подумал, что как сделать так, что еще надо учитывать, постоянно держать в голове и куча других ограничительных моментов в виде того, что все-таки охранники очень простые персонажи. Поэтому мы собираем это, объединяем заново. Что есть общего между пистолетом и собакой? Как мне показалось, это пули и зубы. Ну то есть у пистолета, пули являются тем моментом, который делает из этого оружия, действительно, а зубы, они придают собаке злобность и она действительно выглядит так, что вот она может тебя покусать. Если не будет у пистолета пуль, это будет игрушка, а если не будет у собаки зубов, то она будет только вам лизать ноги и больше ничего. Это очень круто, но охранять она вас не сможет. Когда был какой-то найден определенный образ, то я пытаюсь его всегда подкрепить какими-то другими дополнительными вещами или просто проверить на прочность, на то, что еще может быть в эту же сторону любопытным. Поэтому в данной ситуации я, например, нашел то, что кремлевские звезды и вообще звезды, которые связаны с армией у нас советской, они у многих людей, которые организовали эту компанию охранную, они даже набиты в виде татуировок. То есть для них это вот, они выходцы из советской армии. Потом для нас что такое охрана? Да, это вот домики рисуют дети обычно. Они же рисуют это, потому что есть чувство защищенности какое-то в этом. И причем они, даже если они живут в панельках, они все равно до сих пор рисуют их вот такими. Ну и потом, знаете, когда бывает детская игра, вот это, когда ты бегаешь, бегаешь, и потом я в домике. То есть ты же вот так показываешь, что ты в домике, а не так там, ну как сейчас люди живут. Вот так в домике-то, под треугольником. И Кремль у нас самая такая защищенная, по сути, конструкция, сооружение, оно находится тоже на Красной площади, да, и оно же тоже такое. Ну то есть не средневековые вот эти башенки, а прям направленная вверх мужская конструкция. Поэтому я им предложил такой знак. Обычно в этот момент клиенты, они ждут, когда начнется анимация. Ну то есть потому что они понимают, сколько было ввалено туда бабла, сколько долго мы разрабатывали все это и приносим треугольник. И у них причем глаза меня... Я раньше хотел завести такую фишку, ну быстро фотографировать клиентов. Ну то есть он смотрит на вот этот кадр первый, и ты его фотографируешь. В этой ситуации я побоялся. Люди очень серьезные были. Особенно еще они ждут развития ситуации, потому что они понимают, что надо будет еще постоплату платить. То есть это еще не закончилось. И потом ты начинаешь объяснять дальше, что... Нет, это не анимация, это финальный вариант. Что у этого знака, у него есть очень хорошая пластичность. Из-за того, что он такой общий весь, он же легко развивается. Вот представьте, да, для того, чтобы масштабировать это в виде предыдущего знака, ну как пришлось бы, просто нагромодить эти пистолеты, ну не вышло бы. А так ты можешь даже на четвертых листах распечатать стикеры и любую конструкцию большую просто взять и сделать из этого. И она визуально будет точно такой же, очень легко масштабировать. Потом под каждое из этих направлений можно сделать действительно простой и понятный знак. С одной стороны, они кажутся хаотичными, но тем не менее, кто вводит автомобиль, тот, например, может узнать вот здесь в середине тема, похожая на аварийную кнопку. Да? Похоже? Вот. Это может относиться к пультовой охране, правильно? То есть в центре находится кнопка. Или, например, вот этот знак, он на что похож? Вот скажите. Ну, фишер, ладно. Я не говорю о том в других брендах. Как его можно здесь адаптировать? Это может быть, например, частная охрана. То есть в середине вип-клиент, женщина, например, а вокруг, ну, три мужика. Ну и так далее. То есть у каждого есть вот здесь какая-нибудь такая музейная охрана или что-нибудь еще. Потом сам вот этот образ, который был изначально зашит в виде собаки, которую они действительно хотели транслировать, его гораздо проще делать на основе простых, совершенно вещей. То есть они более яркие, заметные и внушающие те самые нужные настроения, которые были потеряны изначально под грудой вот этой графики. Основная задача, которая есть у дизайнера, это правильно разложить вот эту систему на пункты. Ну, то есть как у них было изначально? Они в знаки нагрузили всеми смыслами сразу все. И у них фирменного стиля никакого не было. Они не могли просто даже подумать о том, как это использовать дальше. А здесь мы в знаке оставили просто минимум. И всю остальную нагрузку, вот эту смысловую, вынесли в рекламу, в те коммуникации, где это необходимо. И он стал очень простым сам по себе и в использовании, и в понимании. То есть еще навстречу клиент сам начал генерить идеи, то, каким образом он может это использовать. Сувенир где-то еще. Это очень хороший знак, если вдруг навстречу вам клиент уже сразу предлагает идеи развития того наброска, который вы показываете. Собственно, фирменный блок очень простой. Здесь в данном случае использован шрифт интро-конденс, но он использован только для того, чтобы сэкономить время. То есть больше времени было потрачено на разработку самой структуры всей этой темы. Интра просто был найден как настроенческий шрифт, и потом, если вы вдруг внимательно будете смотреть, заметите, что в следующей презентации он изменился. Ну, то есть дальше я его напилил уже вручную, и все-таки люди деньги платят, в конце концов, нельзя наборный взять шрифт. И он уже стал более индивидуальным, настроение сохранилось то же самое, причем мы клиенту даже не сказали о том, что мы будем переделывать, но все равно он не понимает шрифты там, все эти тонкости какие-то. Зачем ему это нужно знать? Нашивки сделали ему и показали просто, как это вместе смотрится, что очень простая тема, черно-белая по сути, но ты можешь ее использовать и в цвете, если вдруг будет желание, но черно-белая она для того, чтобы больше перестать мучиться этим. Ну, то есть дизайнерам, понятно, нужно играть, искать какие-то постоянные штуки, а охранникам это не нужно. Охранники хотят просто делать свою работу и жить комфортно. Они хотят выбирать цвета. Еще дополнительный такой вариант в качестве аргумента был, что можно прийти в ИКИ и купить любое барахло, которое просто контрастное, из треугольников или собранное из полос каких-то черно-белых, кинуть его в офис, оно будет уже идентифицировать вас как элемент фирменного стиля. Будет привязан к этому. То есть очень просто найти в жизни дополнительные какие-то элементы. Это была первая презентация клиенту. Клиент, ну я им обычно говорю, что давайте я сначала все расскажу, все вопросы потом. Я это делаю для того, чтобы отсечь ненужные вопросы, потому что большинство этих вопросов оно по дороге отваливается из-за того, что я рассказываю с разных сторон, как это устроено. И после вот этой презентации клиент сказал, естественно, нам надо подумать. Я сказал, хорошо, да, покажите бабушкам, дедушкам, если вдруг для вас их мнения являются доминирующим, если вы вдруг сами не можете принять решение, то да, давайте обсудим это с друзьями. Они сказали, что, когда подумали, они вернулись, сказали, что нам нравится. Есть два вопроса. Скажите, пожалуйста, этот треугольник, он равносторонний? Я сказал, что нет, он не равносторонний, он ориентирован больше вверх из-за того, что в основе него вот та идея пуль, там, зубов, они какие-то более такие стремительные. Но мы клиенты ориентированные, поэтому мы готовы для вас пойти на уступки. Обычно мы так не делаем. Но в данной ситуации мы понимаем, что действительно, вот то, что вы говорите, этот комментарий, он очень, очень вот важен, да, и мы сделаем специально для вас равносторонний треугольник. Они сказали, да, нам это важно, сделайте, пожалуйста. И они еще спросили, скажите, пожалуйста, а это дерзко? Мы сказали, что да, знаете, это настолько дерзко, что это нельзя зарегистрировать. Вот, они сказали, нам это очень нравится, да, мы берем. Дальше создается лого-бук. Лого-бук, он необходим для того, чтобы просто этот этап работы закрыть. Ну, то есть, чтобы можно было продолжать дальше работать над фирменным стилем, разрабатывать сайт, из-за того, что концепция уже определена. И это является просто таким вот вариантом, который потом все равно переделывается в гайдбуке более таком серьезном, но позволяет получить еще один транш финансовый. Скажем так. Верстается он очень просто, фактически одинаково, но в нем должна быть все равно какая-то человечность. он, вот этим слайдом, например, я показываю, что мы сделали то, что просили. Все ваши правки, они все внесены. Это действительно равносторонний треугольник. Никого не обманешь теперь, больше людей вопросов не будет. Фирменные цвета, черные и белые. Дальше у вас свобода полная. Показано масштабирование всей этой истории, как это можно делать. Плюс, потом уже отрисовываются более детально все эти вещи. То есть до этого это был набросок, естественно. Хотя они сами думали, что это финальная версия. А тут, понимаете, мы устраиваем сюрпризы каждый раз. Мы им показываем все более и более проработанную, детализированную концепцию. То есть это уже даже не концепция, а реализация в жизни ее. И здесь появляются и какие-то абстрактные символы, и что-то уже конкретное, вот видеонаблюдение, да, в виде глаза, например. Сразу понятно, даже бабушки, что за тобой подсматривают, если такой значок там увидишь. Из них дальше начинают складываться паттерны фирменные. Это очень удобно, потому что им на разных этапах нужны разные элементы брендирования своих носителей. И далеко не все люди понимают, что в современном мире не так обязательно использовать паттерны. Но все-таки приятно, когда они есть. То есть есть еще один такой отсыл к тому, что на самом деле, если вот понять историю формирования фирменных стилей, дизайна вообще в целом, он же идет из истории, из геральдики. А геральдика началась с одежд, вассалов, всех вот этих слуг, всего остального, на которые проецировались фирменные паттерны. И здесь то же самое. То есть это некий отсыл вот к прошлому показать, что у них есть приверженность к традициям, но она более современная. Эти паттерны, они создавались путем того, что фирменные знаки, они собирались в паттерны, потом корректировались, разбирались заново, корректировались еще раз. То есть внешне они выглядят достаточно простыми, но у них есть несколько интераций того, каким образом они создавались. И они не всегда очевидны из самого начала. Некоторые из них очень глючные, и мы сразу предупреждаем, что их очень будет опасно использовать, что в жизни нужно быть осторожнее с такими, например, вариантами. Здесь уже как раз используется написание, сделанное вручную. Ну, то есть если заметили, то появилась какая-то внутренняя легкая игра, он остался тоже таким же гротеском, таким же моноширинным, и даже нет компенсаторов по горизонтальным и вертикальным. Ну, как бы это не важно в этой ситуации совершенно. Главное, что он внутри такой простой и монолитный. Ну, и в нем есть острость еще. Вот эти зубы с пулями, они в букве «И» поддерживаются. Все эти вариации, да, его. И дальше мы начинаем работать уже над фирменным стилем. Сам по себе фирменный стиль, он подразумевает некоторые ветки. Ты можешь… Ой, пардон. Он может быть внутри не таким бескомпромиссным, как лого. Мы предлагали разные варианты верстки, но они достаточно минимально отличаются друг от друга. Ну, просто для того, чтобы показать, что именно им стоит выбрать, что остальные варианты, они не очень подходят. А так все очень чистое, аккуратное для того, чтобы они не смогли это испортить никаким образом. Большая беда дизайнеров в том, что, например, в вебе это тоже очень часто прослеживается. Когда ты нарисовал какую-то красоту невероятную, ты ее потом оставляешь в портфолио в качестве скриншота. Там все прекрасно, у тебя контент выверен, каждый перенос очень такой грамотный и хороший, все звенит. А потом в итоге, когда клиент начинает наполняться своими картинками, контентом, текстами и всем остальным, все это плывет и выглядит совершенно по-другому. Потом они начинают корректировки еще какие-то вносить из-за того, что они не могут понять, что из этого как работает, и у них не такие развитые вкусовые ощущения этого всего. И через какой-то момент твой проект превращается в совершенно что-то другое. И вот я отношусь к тем дизайнерам, которые наоборот стараются сделать продукт, у которого был бы очень крепкий позвоночник. И был бы какой-то запас прочности, чтобы жизнь не смогла его испортить, чтобы он наоборот вот эти вот все невзгоды клиентские перенес, стал бы какой-то индивидуальностью, но при этом не потерял то, что было в нем заложено с самого начала. Поэтому он должен быть максимально простым, понятным, скажем так. Все это очень скучные бланки и все остальное. Вот, например, главный критерий того, по какому сценарию это создается, то, чтобы это было уместно в данной ситуации. Например, здесь есть знак в виде треугольника, но он набран текстом. Ну, то есть треугольник, он же вшит в Unicode, и ты его можешь использовать и в мессенджерах, и набирать, не прикладывать картинкой, а просто находится внутри текстового сообщения. Очень простая верстка, при этом мы сделали аккуратный подвал, для того, чтобы они могли у себя все это не только сделать более причесанным, без лишних элементов, но еще и брендировать, потому что даже в самых маленьких размерах выглядит все это понятно и заметно. Ну и обложки сделали вариативность разную, куда просто в виде бокса можно было закидывать любые картинки, которые они нашли там, даже в интернете, просто в гугле. Ну, потому что, опять же, охранники, они к этому относятся немножко по-другому. У них нет своего дизайна дела. Сама презентация сверстана очень просто. И наклейки какие-то сделаны. Плюс разработали машины, они, опять же, визуально, когда ты на них смотришь, они не насыщены фирменным стилем. У них есть просто контрастные двери, которые дают тебе ощущение, что это полицейская тачка. Но больше ничего об этом не говорит. Причем, какая бы она ни была, все равно это полицейская машина в ощущениях. И у тебя есть сразу нужное ощущение. Очень простые футболки, на которых тоже написано фирменным шрифтом. какие-то пакеты. Даже если хочется триколор добавить туда, это можно делать. То есть не ограничивает себя именно цветом этот проект. Плюс, например, очень сильно понравились кружки, которые снизу. Это термокраска. Ну, когда ты в нее наливаешь жидкость горячую, то там глаза просыпаются. Ну, они спали с утра, а потом проснулись, они такие, о, клево, давайте делать. Ну, или там флешки, пули. Ну, то есть сейчас время такое, когда информация, она убивает. Вот, им кажется, что это прям здорово. Такая аналогия. После того, как фирменный стиль принят и утвержден, то создается уже гайд руководства по использованию фирменного стиля. Многие люди путают его с брендбуком, но на самом деле это просто гайд. В брендбуке еще должны присутствовать некие основы, когда есть философия бренда и расписаны какие-то маркетинговые штуки. Очень сложно и здесь их нет. Есть содержание и дальше просто идет уже конкретика по разным разделам, то, как это использовать, фирменные шрифты и сетки и так далее. Ну, то есть вот здесь, например, можно понять, да, вот физическая охрана, то, что я говорил. Здесь пультовая охрана, это охрана и системы. Ну, и так далее. Под каждое из этих направлений этот знак, он вполне себе может жить. Делая документация для групп и компаний все объединено вместе и по отдельным направлениям отдельные паттерны используются. Ну, и куча всякого скучного барахла. Я не буду как-то заострять на этом внимание, потому что оно одинаковое достаточно. Плюс мы сделали как раз-таки вот этот момент, когда ты переносишь нагрузки из логотипа эфирного стиля в коммуникации. То есть они хотели сказать о том, что мы очень простые, но вот как охранник выглядит? Он же не... Ты его не видишь издалека, он не выделяется, да? Ну, то есть они не в хаки ходят, они не ходят с зелеными волосами и в желтых штанах. Это всегда черный низ, белый верх. Очень аккуратные. Так же, как у них фирменный стиль выглядит. И при этом они должны быть интеллигентные, они должны быть молчаливые. У меня была такая ситуация, когда мы приехали в Грецию по работе и после встречи хотели найти очень аутентичное кафе, такое греческое, а вокруг были какие-то местные притоны, такие, которые можно найти совершенно в любых других странах и городах России в том числе. И мы совершенно случайно нашли место, которое было очень аутентичным, интересным. там владелец его сам строил. И он рассказал нам историю, что когда-то к нему пришел в гости Абрамович. Ну, я думаю, что он всем русским рассказывает эту историю, не то, что мы какие-то были там. Но эта история интересная, потому что он говорит, что Абрамович пришел с двумя охранниками и сел где-то в уголке, просто заказал сыр и оливки и вино. И так получилось, что вот он сидел в уголке, а охранник стоял рядом с деревом, которое было внутри этого сада. то есть там сад такой и вот столики. И очень красивое дерево было, и у него такие маленькие-маленькие розовые нежные цветы. Вообще, это дерево было прям идеальное. И вот охранник, он стоит рядом с этим деревом, охраняет Абрамовича, ну, как бы смотрит прям за всем, что происходит вокруг, и вот он, а у него здесь ветка. Вот, и он поднимает вот так голову, так, и дальше серьезное лицо. И все, ну, то есть все, что он себе мог позволить, вот эта вся эмоция, которая могла выйти из этого человека, это идеальный охранник. То есть он не может себе позволить быть заметным или эмоциональным каким-то, он должен быть очень сухим, простым и понятным. И интеллигентным в том числе, иначе не захочется просто его рядом видеть, если это будет какой-то быдло. Поэтому мы им придумали вот самые интеллигентные охраны и просто поставили бабочку, которая сделана из двух знаков. Им это очень всем понравилось, и хоть и было бонусом, но они решили это продвигать. После того, как все это было принято, сейчас они занимаются тем, что заливают контент, Creative People разработали сайт, я не смогу вам, к сожалению, его показать, из-за того, что клиент только-только сейчас заканчивает наполнение контентом. Если вам вдруг будет интересно, то вы сами через какое-то время сможете посмотреть, это вопрос буквально недели, может, двух. Я вам покажу, как после этого подавалось это все в портфолио, потому что я считаю, что работа над проектом не заканчивается, когда клиент переводит оставшиеся деньги, а тебе все равно нужно выделить время на то, чтобы сделать презентацию этого проекта и другие люди, которые разделяют твою точку зрения или подход в жизни, в дизайне в частности, они пришли к тебе в большем количестве. Но еще тоже важно понимать, что всегда создается вот такой документ, это просто текстовое напоминание, скажем так, с аргументами, которые использовались на защите этого логотипа и фирменного стиля. он необходим для того, чтобы у клиента очень плохая память. Я просто по себе сужу, у меня есть плохая память, то все остальные тоже ничего не помнят. Поэтому я стараюсь сделать какие-то такие памятки, в которых есть тезисы или наиболее весомые аргументы, которые можно отправить просто по почте или сообщением, человек бы потом мог их использовать в пресс-релизе, и у него не получилось освещение этого проекта с какой-то другой стороны, то есть он бы не вваливал туда никаких своих дополнительных смыслов, потому что те, которые есть, они уже изначально ему поднаны. Вообще, я сейчас считаю, что у дизайнеров у них нет особой надобности в создании портфолио как такового. Нужно просто ждать, когда выйдет этот проект в жизнь, тем более, что у многих по договору именно так и происходит, ты не можешь раньше вывалить. И потом ты просто фотографируешь в Инстаграм, вываливаешь в Пинтерест и все. Ну, этого достаточно для того, чтобы тебе пришли новые клиенты из-за того, что клиенты, они именно реагируют на то, что происходит в жизни. Ну, то есть им не важно, какие у вас красивые подачи, насколько вы круто умеете рендерить визитки. Им гораздо важнее, чтобы это работало в жизни, и что они приходят кому-то в гости в какой-то ресторан, который вы делали, или в какую-то компанию, и видят, что как круто сделан вывеск, или как интересно работают какие-то коммуникации. Они такие, о, здорово, кто делал. То есть это все или такие личные знакомства, или то, что он где-то подсмотрел и спросил у кого-то. Поэтому у меня сайта, например, до сих пор нет. У меня есть Инстаграм, в котором я публикую наброски или там свои работы, и есть Пинтерест, в котором наибольшее количество всего. Но по старинке еще остался Behance, в котором собирается такая работа, показывает то, что было, и в нем какая-то презентация этого кейса. Более аккуратная, потому что оттуда выдернуть нельзя, скажем так. И сейчас такое время, что обязательно нужно делать анимацию. просто показывать дизайн достаточно скучно, особенно если эти проекты будут как-то потом продвигаться дальше, если вдруг из этого будут какие-то пресс-релизы или фестивальные может быть дела, то тебе надо сделать из этого маленький ролик. В любом случае я покажу, как это было в этой ситуации сделано. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok с которым они работают. На самом деле еще надо сказать должное отдать что Creative People что они очень доверяют мне в этих ситуациях и они не не видят этот проект заранее. Ну то есть я работаю с ними на аутсорсе, они меня приглашают просто как дизайнера который со стороны все это делает но их менеджеры видят этот проект на встрече с клиентом и сначала им было страшно но потом как бы все это прошло из-за того что просто все работы которые мы делаем они принимаются с первого раза. Поэтому если вдруг у вас есть какие-то вопросы связанные с этим кейсом или вообще с подходом моим к работе то вы можете их задать сейчас смело совершенно не стесняясь а я если что вам потом покажу еще что-нибудь интересное и расскажу разные секреты то каким образом я работаю. Спасибо. Я жду когда мне цветы дают значить. Спасибо за рассказ очень круто вот про подход собственно вводную информацию агрегацию требований вообще ей занимается менеджер и передает вам в каком-то виде либо вы выходите на контакт с заказчиком. Да у меня одно из обязательных условий это то что я общаюсь с заказчиком напрямую и если бы я этого не делал то у меня это не получилось продавать с первого раза то есть так получилось что все время пока я работаю я работаю и в компаниях и на фрилансе у меня очень много проектов именно на фрилансе поэтому я всегда с ними общаюсь и понимаю что и каким образом нужно говорить в какой момент и что нужно спрашивать еще важнее в самом начале работы ну то есть на первой встрече с клиентом формируется сразу все что происходит дальше вот я сразу могу прямо сказать получится из этого интересный проект или нет смогу я сделать из этого что-то и они что-то более смелое они это примут или мне нужно делать просто свою работу ну как бы без учета каких-то дальнейших интересных развитий у меня такой вопрос вы в процессе можно на ты пожалуйста я прям смущаться ты в процессе работы ты спрашиваешь мнение кого-то о том что что получается ну проводишь опросы я понял да конечно у меня трое детей я детей своих спрашиваю постоянно мне очень важно на самом деле все что я делаю в дизайне я делаю только для того чтобы понравиться своим детям вот для меня лучшая похвала просто это когда мы идем по супермаркету ну а я хожу в супермаркет и особенно обожаю Ашан потому что он трезвит и дает тебе понимание того как устроено общество вокруг и вот когда мы идем в Ашан то идем с детьми естественно и например ребенок говорит что о пап а это же ты делал и прям я вообще таю в дизайне для детей да конечно чтобы чтобы они могли похвастаться своим друзьям сказать я с ними советую если они говорят что это не очень я буду переделывать дальше привет вопрос такой по взаимодействию с дизайнерами ты говорил что являешься дизайнером для дизайнеров вот хочется понять в какой момент дизайнер должен понять что он не справляется сам что он должен почувствовать или по каким критериям это определить разочарование боль не знаю я же не знаю что он должен почувствовать по-разному у меня было так, что у тебя душа в пятки уходит, понимаешь, что все, надо деньги возвращать или как это делать. Не знаю, не, всегда это по-разному, но изначально, например, трезвые дизайнеры, они себя оценивают тоже трезво. То есть, когда ты входишь в проект, ты понимаешь, что у тебя есть определенная доля ответственности, которую ты берешь на себя. И, соответственно, тебе нужно вести себя адекватно. Если ты можешь взвесить сразу проект и сказать, что вот здесь, например, я не могу это потянуть, мне нужна помощь других людей, то надо это сразу делать и не думать о том, что я там справлюсь. Или если справился, тогда уже не переживать по этому поводу. То есть у меня есть тоже некоторые проекты, которые я взялся и не смог их сделать из-за масштабности, но я не мог просто отказаться от них. Настолько они были вкусные, интересные и для дизайнера амбициозные. Потом, ну, не знаю, мне кажется, что вот еще я всегда раньше объяснял другим дизайнерам так, что если, например, у вас возникает проект, над которым вы не можете сразу справиться, то есть бывает так, что вас замучили интеракциями, ну, просят переделать что-то, или вы, например, встретились с заказчиком, и вы не понимаете бриф, нельзя как-то там вообще представить, что в этой ситуации делать, то меня зовите, или если там 13 человек решение принимает. Я обожаю такие ситуации, я вот прям сильно люблю рассказывать людям про дизайн. Я очень молчаливый в жизни, на самом деле, и дома я все время молчу, а приезжаю на такие мероприятия, наговорюсь, и все, дом, жену не терзаю. Вот еще, все, да, дальше пойдем. В общем, на самом деле, еще возвращаясь чуть-чуть, просто надо сказать, потому что вот этот треугольник здесь возник по нескольким причинам, из-за того, что это самый мужской знак, то есть треугольник это самый древний мужской знак, и если вдруг помните, в звезде Давида два треугольника, один из них женский, мужской, другой, ну то есть женский символ это символ чаши, треугольник направленный вниз, а мужской направленный вверх. Поэтому он здесь такой, ну то есть это символ мужчины-воина, что-то другое здесь просто не могло возникнуть, ну как мне кажется. Ну и плюс еще до этого я делал круглый логотип, квадратный, прямоугольный, и ну надо было сделать треугольник, я все ждал момента, когда заказчик придет, вот он возник. Да. Что делать дальше, если вдруг вы хотите спросить, то у меня есть заготовки. Вот и да, есть просто есть некоторые такие мои личные рассуждения, что на самом деле дизайн сейчас он больше идет в обратную сторону, то есть до этого был достаточно длинный период, когда люди стремились все упростить, все было таким насыщенным, сначала нагроможденным информацией, потом все более структурировалось, все прощалось, и сейчас достигло какого-то пика, когда все очень простое, понятное и функциональное, и сейчас люди от этого тоже начинают уставать из-за того, что это становится очень похожим друг на друга, и они не видят каких-то отличий. Вот, например, если вы смотрите телевизор, то наверняка видели Евроньюз, да, у Евроньюз у них логотип написания такое какое-то, замороченное, а знак это белый круг, и также есть, например, телеканал Green Planet, у них такой же круг, но только зеленый, есть еще USA Today, у них это круг, но на каждой странице разного цвета, есть и белый, есть и зеленый, и всякие разные другие, и они находятся в одном поле, то есть это информационная какая-то вот такая структура, и между собой они никаким образом не пересекаются, даже если у них не зарегистрированы эти круги, это не суть важна, потому что у них есть совершенно другое использование фирменного стиля, то есть не нужно искать аналогии с тем, что я где-то видел, на что-то это похоже, да и ради бога, ну то есть вот сейчас вас столько много и вы друг на друга чем-то похожи, у вас тоже есть какие-то схожие черты, там два уха, два глаза, но тем не менее вы все равно разные, по-разному используете то, что у вас изначально наросло, и то же самое в фирменном стиле, то есть вот логотип это какая-то основа, позвоночник, мясо, а фирменный стиль это одежда, и речь, и какие-то другие отличия, характер какой-то, скажем так, ощущения от этого всего. Вообще, на самом деле, дизайн для меня раньше был такой темой, и я в него заходил изначально из-за денег, ну то есть мне казалось, что я очень из бедной семьи совсем, и я когда-то давно прочитал объявление, что требуется дизайнер, зарплата 15 тысяч рублей, а тогда средняя была 3000 рублей в стране, это 99-й год, и мне показалось, что, блин, вот он мой шанс вылезти из этого дна и стать каким-то человеком, который может себе наконец-то позволить сходить в ночной клуб, ну или там какие-то еще другие прелести, я не помню, о чем я тогда мечтал, и естественно меня не взяли на эту работу, но зато у меня получилось попасть через другие, скажем так, ну это знакомство, да, оно все равно осталось, я попал в работу, и неважно, что меня взяли на зарплату 3000 рублей из-за того, что я с самого начала ничего не мог, я даже не мог снять квартиру из-за того, что она стоила 4000, и я тогда устроился ночным сторожем в эту же компанию, чтобы там жить, ну то есть я первые два года жил в конторе в буквальном смысле, и первая моя покупка какая-то серьезная была, я купил диван Леонардо, ну то есть понимаете, да, это, ну я спал на столе, и куртку постоянно подкладывал, вот, и настолько сильно я хотел на что-то мягкое перейти в этом плане, что я купил диван, и раньше я относился к дизайну как именно к моменту зарабатывания денег, а потом я понял, что дизайн очень сильно может меня самого развивать, вообще надо признаться, что у меня боязнь сцены, это во-первых, ну я всегда обвязываюсь в какие-то такие истории из-за того, что я вышибаю клин-клином, и раньше, если бы вы слушали меня, когда я там лет 7 назад только-только начинал этим заниматься, то я не мог связать двух слов, ну и потом мне кажется, что вот эти моменты, они очень позволяют сильно научить тебя формулировать свои мысли достаточно четко, что дизайнер очень помогает в работе не только защищать свою работу перед клиентом, а еще и объяснить другим, что же ты имел в виду, потому что дизайнеры часто очень используя большое количество информации разношерстной, ее между собой как-то комбинируют, и сами для себя далеко не могут сформулировать то, что они хотели туда заложить, именно главного, и это большая беда, то есть тебе нужно научиться внутри себя формулировать вот это самое мнение какое-то твое, которое ты будешь отстаивать, и такого плана встречи они очень сильно помогают это сделать, но можно использовать это в быту, ну например, вот мне часто достаточно звонят спамеры, ну и не знаю, как у вас происходит это, но в Москве, например, на городской телефон, мы им вообще не пользуемся, я не знаю номер своего городского телефона, на него постоянно звонят какие-то спамеры, ну и на сотовый тоже, и я эту возможность использую для того, чтобы лишний раз потренироваться в коммуникационных навыках, скажем так, то есть, например, звонит мне человек, который представляет фитнес-клуб, то есть он говорит, что здравствуйте, мы вот фитнес-мания, например, хотите к нам прийти, у нас есть абонемент, вот, может быть, я вам расскажу, я говорю, да, здорово, здравствуйте, конечно, но давайте сначала я вам расскажу про себя, потом, если вдруг вы останетесь на линии, то вы расскажете все, все, что хотели предложить, я, возможно, с большей вероятностью соглашусь на ваши условия, и я начинаю рассказывать, вот, понимаете, сейчас вы, например, сидите в виде оператора для меня, обзванивать каких-то людей это должность не очень хорошая, но из-за того, как вы строите разговор, я слышу у вас очень большой потенциал, и я абсолютно четко уверен, что вы через год уйдете и сделаете какую-то свою компанию, и вам, скорее всего, понадобятся услуги дизайнера, а я офигенный дизайнер, я смогу вам разработать очень крутой фирменный стиль, логотип, при помощи которого вы заработаете кучу бабла, откроете еще больше компаний, и вам вот этот фитнес будет вспоминаться только как какой-то странный этап вашей жизни и так далее, то есть всегда это какие-то разные истории, но это просто пример того, что ты можешь эту ситуацию использовать для себя, в большинстве случаев они перестают тебя спамить дальше, то есть они просто с тобой, ну, понимаешь, что живой человек, нормальный, и как бы тебя не надо выгружать, можно просто либо поговорить, либо там расстаться мирно. Поэтому вот эти все ситуации, их можно действительно использовать. Вот, например, я жил в Нью-Йорке не так много, одно лето, но оно было очень хорошим, и сильно меня поменяло в подходе к людям и в общении в частности. Там в Америке очень развита такая тема, как small talk. У них есть короткие разговоры, которые дают тебе понимание того, как вокруг устроено общество. То есть ты понимаешь, что вокруг тебя есть нормальные люди с хорошим чувством юмора, они к тебе относятся нормально, они не хотят тебе пустить кровь, не хотят взорвать твоих детей и так далее. Они мирные и хорошие люди, интересные, с ними можно общаться. Вот, например, я там сидел, жрал бургер, ну что еще в Америке делать и подходит бабушка и говорит о прикольная футболка, где брау? Я говорю в Москве такового далеко я не поеду. И пошла дальше. Ну как бы все, мы расстались и вот этот small talk происходит в лифте, в магазине где-то еще или вот например я стою покупаю кроссовки и подходит женщина такая говорит о прикольная татуировка, что значит? Я говорю ну это дни рождения детей и жены. ну вот у меня память очень плохая здесь по кругу набиты цифры дни рождения детей и жены чтобы не забыть я не помню. И она говорит о классно зовет мужа говорит Джонни иди сюда смотри у чувака какая-то туха и такая говорит а у меня вот задирает платье а у нее там жар птица на все ребра и это нормально то есть ты как бы понимаешь что блин общество вокруг оно хорошее интересное а у нас если ты вдруг просто скажешь какому человеку прикольные штаны то он сразу будет думать ну либо ты гей и почему тебе нравится вдруг его штаны то есть это сразу настораживает или ты от него ну что-то хочешь ну то есть почему он говорит тебе что у тебя клевые штаны что ему надо он хочет у тебя забрать эти штаны то есть ты сразу начинаешь придерживать их и в общем-то ну вариантов-то немного или забрать или гей и то и другое не подходит а бывает так что и гей забрать и вот ну это всегда настораживает русских поэтому вот это общение оно очень сильно помогает и не только дизайнерам ну то есть большая беда и программистов в том числе и людей которые очень много проводят времени перед экраном мы почему-то забываем что на самом деле с другой стороны находятся всегда люди ну то есть то что мы создаем сервисы какие-то картинки рисуем программируем что-то это всегда для каких-то конкретных людей их надо знать понимать чувствовать и уметь с ними общаться а научиться этому вот так просто достаточно сложно из-за того что мы этим занимаемся в том числе из-за того что у нас изначально в характере заложено стремление к одиночеству то есть дизайнер это такая профессия которая подразумевает одиночество для нас нормально и я людей не люблю ну то есть мне вообще в принципе как вид люди не нравятся но из-за того что я живу в обществе мне приходится идти на компромисс и я в себе внутри воспитываю человеколюбие да какое-то то есть я уже нормально отношусь к людям вот вы симпатичные улыбаетесь то есть к вам я нормально отношусь вот встретились бы два года назад была бы вообще другая беседа поэтому как мне кажется опять же вот эти все моменты ну очень важные и круто что получаются какие-то конференции такие вот тусовки на которых ты можешь просто поговорить с людьми которых ты совершенно не знаешь и не требовать от них что-то и не ожидать от них подвоха какого-то а просто задать те вопросы которые внутри назрели давно и и это выходит за рамки профессии но тем не менее формирует нас как людей мне кажется то есть я не знаю опять же как у программистов но дизайнеров постепенно общество оно вытесняет из то есть у дизайнеров у них нет каких-то острых социальных реакций на то что происходит хотя это очень важно и вот студентам я например сейчас постоянно рассказываю о том что надо реагировать и у дизайнеров есть такая возможность они же только жабят да и все ну это понятно что тоже реакция такая пожабить кого-то но не очень можно по-другому еще как-то развивать вообще я себя обычно веду как в таких ситуациях как диджеи то есть я набираю кучу всякого разного материала раньше я собирал лекции какие-то именно или доклады которые были когда-то очень серьезными когда-то наоборот какими-то очень смешными то есть у меня был доклад о связи алкоголя и дизайна например и назывался «Если жизнь на Марсе» и я связывал непосредственно напиток с тем что ты делаешь но вот если это можно перевести на программерскую историю тоже если ты рисуешь например простой логотип тебе надо водку пить потому что водка простой напиток или у тебя код простой например да берешь водку вот если это например для детей то ликер подойдет сладенький какой-нибудь если это что-то винтажное то шампанское пьешь если ты клиента не понял то подойдет абсент и количество выпитого тоже очень сильно влияет важно ну остановиться вовремя да там тоже есть такая градация того насколько шрифты становятся аутентичными и читаемыми скажем так ну то есть надо соблюсти это да то есть у них в определенный момент появляется характер а потом он переходит уже в гипертрофированные какие-то более эмоциональные вещи ну как мне кажется вот дизайнер опять же он способен решать более широкие задачи нежели нежели любой другой человек скажем так из-за того что нам не важно с чем работать у нас есть определенный просто подход и этот подход он формирует все до чего мы дотрагиваемся и я работал в компании силы света креативным директором и те задачи которые тогда передо мной стояли они не были связаны с картинками по сути я формировал некую концепцию и ее на всех этапах отстаивал от клиентов до отдела который все проектировал у нас была такая ситуация когда мы заказали новый сайт Лифанова нарисовал через 6 месяцев 3 месяца мы наполняли его контентом и у нас надо было просто его вываливать уже не было никакой никаких сил держаться и это перед новым годом как раз было и в последний момент я посмотрел на главной странице была кнопка посмотреть шоурил а шоурила у нас не было и шоурил делать вообще очень долго особенно в компании силы света и куча материалов куча такого подхода очень въедливого и в общем я попросил Вову говорю Вова убери кнопку посмотреть шоурил а он говорит я не могу на этом вообще завязана вся концепция главной страницы поэтому давайте короче делайте шоурил он такие блин что делать 3 недели осталось надо делать срочно ну и тогда я включил свой дизайнерский подход дурацкий то есть когда я очень ленивый поэтому ищу решение когда мне я быстренько еще не сделаю и работать не буду поэтому я сделал такой шоурил вместе с Астаховым мы вдвоем его запилили я вам покажу а можно погромче сделать обе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мэппинг — это проекция на какие-то объекты посредством проекторов мощных и искажение пространства. Ну, то есть, может быть, это мэппинг на здании, разрушать, можно здание поджигать, затапливать водой и так далее. Очень такая прикольная штука. В Москве проходит фестиваль «Круг света», каждый год, и многие люди приезжают туда, если вдруг у вас будет время и желание, приезжайте. В этот год Москва, она прямо преображается в эти дни, куча интересного всего проходит. Но, в общем, посмотрели этот шоу рил и сказали, блин, круто, хорошая идея, все замечательно, но мрачно. Очень мрачно, предновогоднее время, всем хочется чудес, добра. И, да, здесь кровище, вампиры дохнут на свету, да, все понятно, но, блин. Можно чуть другое? Ну, а остается неделя уже, то есть, две недели мы потратили на это, и, по сути, с тем же самым оказались, ни с чем. Поэтому я сел в «Автоэффект» первый и последний раз в своей жизни и сделал вот такой шоу рил. «Автоэффект» На самом деле, там ничего не будет происходить другого. До самого конца возникает другой персонаж. На самом деле, если вы вдруг не знаете, это мы, маппет-шоу, ну, то есть я это не рисовал, это маппет-шоу. И я просто перекрасил фирменный зеленый, все это делал. И это, вот этот бублик, который танцует, это фирменный знак силы света. И поэтому мне показалось, что очень круто, есть аналогия такая, маппет-шоу, мэппет-шоу, и вот здесь их фирменный знак танцует. И все это весело. Да, правильно же, ну, есть ощущение, что про добро. Ну, естественно, это приняли. То есть повесили на сайт и сразу же после того, как мы это опубликовали, начали звонить, писать друзья и клиенты и говорить о том, что чуваки у вас взломали сайт. Вместо шаурила, как какая-то странная херня. На самом деле мы это, собственно, и закладывали туда. То есть нам нужно было какого-то отклика. Если бы человек просто посмотрел, ну, он мог даже и не написать. Ему было бы все равно. А тут мы поняли, что людям не безразлично то, что мы делаем. Они видят действительно то, что у нас на главной происходит. Ну, и это, да, была как такая новогодняя шутка. Ну, и после, естественно, уже мы после каникул доделали нормальный шаурил с самыми любопытными проектами. И он был уже построен по классической схеме. Такой жир, сочащийся из экрана. Поэтому посмотрите, как он выглядит сейчас. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо. Силу свет тоже я рисовал с самого начала. У меня сейчас уже четвертый будет редизайн эфиромного стиля. И всего такого, потому что компания уже такая достаточно взрослая. И они как-то меняются, живут по-другому. И им не подходит то, что было раньше. И у них, например, не так давно появилось еще новое отделение. Они занялись мобильными играми. И выделили это просто в отдельное какое-то звено. И назвали это суперсила. То есть силу света, суперсила. В общем, у них странный нейминг. Но как бы окей, ладно. Что-то что-то поделать. Долго думали над названием. И позвали меня разрабатывать всю эту тему. Но они были очень таким хорошим и интересным заказчиком. В плане того, что они сказали... Вот любимая фраза такая у очень многих заказчиков, с которыми я работаю. Она звучит. Сделайте, пожалуйста, самый крутой логотип, который вы делали когда-либо. То есть это ТЗ наиболее часто повторяющиеся. Остальное им вообще не важно. Типа сделайте просто мега круто. Я говорю, ну хорошо, да, конечно. Я всегда так делаю. Для вас особенно. И на самом деле здесь... Это было очень сложно. Один из самых сложных проектов. В плане того, что... Он потребовал порядка двух месяцев подготовительных. Ну то есть у меня на поиске решения, которое вы посмотрите сейчас, ушло порядка двух месяцев работы. Ну и это... Была аналитика, скажем так, очень серьезная. Изначально у них... Так как это... Связано с мобильными играми, то все это основано на пикселе. То есть пиксель, который лежит в... В начале всего этого дела. Из него образуется название суперсила. Но это название, оно... Ну как бы сказать... Ну то есть знаете, вот как Супермен, например, он же работал в газете. И он был совершенно простым чуваком. Как это его звали там? Кларк, да, по-моему? И он в какой-то момент превращался в Супермена. Вот здесь это то же самое. Это вот этот вот Кларк. То есть это то, как выглядит вот этот обычный человек. А вот это, это то, как он выглядит в виде супергероя. Ну то есть единственная фишка у этого всего, это то, что этот логотип занимает всю площадь носителя, на котором он бы не находился. То есть вообще всю. То есть это, короче, самый большой логотип. Ну вот знаете, бывает, что клиент просит сделать логотип побольше. Вот здесь просто больше его физически некуда делать. Ну то есть он максимально большой. А потом, если вы вдруг дизайнер, то наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда тебе хочется увеличить логотип, и ты вынужден зажимать shift. Ну или там, если на маке, то на другую комнату. И тебе надо зажимать ее для того, чтобы не было искажений. А здесь не надо этого делать. Ну то есть это просто подарок для дизайнера. Ну то есть ты берешь и просто тянешь сначала вверх, а потом вбок. И тебе не надо париться о том, что ты можешь его пропорции испортить. Ну ты их не испортишь, наоборот. А потом, знаете, есть в брендбуке, в любой компании, есть страница такая, как нельзя использовать. Ну то есть там написано, что нельзя искажать, перечеркнуто. А здесь, наоборот, эта страница, она говорит тебе, чувак, давай смелее, испорти это все, порви эти шаблоны. То есть он идет вразрез со всеми брендбуками, которые только есть. В этом его, как мне кажется, очень большая прелесть. У них есть сайт, я не знаю, сейчас, наверное, здесь не подключено к Wi-Fi. Или подключено. Есть, да? Могу попробовать. Нет, не могу. Ну потом, в общем, если захотите, сами зайдите, посмотрите. Supersilogames.com И там можно просто, изменяя окно, размер окна браузера сбоку, вот как раз-таки понять, о чем идет речь. Ну то есть ты изменяешь, а там просто логотип занимает всю страницу. Ну на сайте больше ничего нет. Если на него нажать, то он тебя редиректит в социальной сети. А на сайте, кроме логотипа, ничего нет больше. И вот внешне кажется сначала, что это очень простая идея. Но на самом деле она мега тяжелая, скажем так, в самом создании всего этого дела. Я вот хочу вам еще, наверное, какой-то проект. Или не надо вам больше простые показывать, рассказывать? Не надо? Не надо? Нет, просто у меня есть очень сложные проекты. То есть, грубо говоря, я дизайнер, который очень сильно любит работать руками при этом. То есть то, что я показывал, это какой-то такой диджитал. Но опять же хочу повториться, что у дизайнеров, у них не должно быть своих собственных стилистик, как мне кажется. То есть ты как дизайнер должен уметь работать в любой ситуации. Будь то это геральтика или какой-то минимум совсем. Ну понятно, что есть у каждого какие-то свои предпочтения, но зацикливаться на них не стоит. Так получается, что иногда, например, у дизайнера просто подряд какое-то количество заказов, ну вот как у парней, например, заказывают эти новостные ресурсы. И у них создается такое ощущение, что они типа на этом специализируются. Ну да, или что они специализируются на готике, вот как уже до этого было замечено. А на самом деле это не так. То есть они были бы рады как-то это изменить, может быть. Поэтому, например, у меня есть какое-то количество работ, которые были сделаны очень мной любимых, и были сделаны давно еще, но они имеют какую-то крафтовую основу в себе, и показывают о том, что я не настолько, в общем-то, и ленивый дизайнер. То есть когда-то давно в компании Шант Дизайн мы делали вот такой проект, Кинотавр. Это был, по-моему, если я не ошибаюсь, 2009 год, по-моему, или 7-й, 7-й, да, точно 7-й, вру. И тогда Виктор Миломед, очень крутой иллюстратор, он в этом тоже участвовал, хотя мы об этом не знали сначала. И он нарисовал иллюстрации вот этих людей, которые там идут, и еще больше, там порядка 12 этих иллюстраций было. И я набрался смелости, у нас уже была просто выбрана стилистика пластилиновая, нам ее навязали, и я говорю, а давайте перелепим меломедовскую иллюстрацию хотя бы одну, если прикольно получится, все остальные сделаем. Ну, а я просто наивный молодой дизайнер, который не знает, кто такой Витя Миломед, и которому по барабану, что такое Кинотавр, ну, то есть я просто вижу, что это не срастается, поэтому давайте перелепим. И они говорят, ну, как бы нет, кто ты, кто это. И я их, наверное, неделю убеждал в этом приблизительно, и потом просто сделал самостоятельно одну иллюстрацию, это было слеплено из скульптурного бластелина, телесного цвета, а третий формат, потом просто сфотографировано, разрезано в фотошопе на слои и перекрашено. Ну, плюс там было вылеплено, собственно, два начертания пламба, жирный и обычный, и все это расставлялось внутри, ну, то есть делалось сначала макет общий, и потом по буквам загонялось в фотошопе. Технические дизайнеры за две недели сделали порядка 250 макетов всяких разных, из Сочи все, оно было заешено этими пластилиновыми штуками, и особенно это круто воспринималось из-за того, что была жара. То есть ты идешь, плавится асфальт, и у тебя вот пластилиновые такие 25-метровые баннеры сверху. Ну, как бы это прям один из любимых таких проектов. Или вот, например, мы делали в студии провинции. На тот момент был у нас в разработке редизайн упаковки для Томика, они делают детские игрушки. И мы от них уже настолько устали, то есть их прям было очень много. 54 упаковки, по-моему, переделали, да, Тёма? 70 даже. 70, короче, упаковок. Ну, и все это в итоге было сварено просто в одну гигантскую кучу. Мы с ними наигрались уже по-разному. К нам в студию приходили дети по субботам играть, складывать из них какие-то дома. Ну, короче, все уже было. Мы хотели их сжечь, чтобы уже просто избавиться от этого всего. И в какой-то момент, вот, нарастание такого эмоционального, пришел Абносов, знакомый диджей, и такой говорит, я, типа, здесь вымутил багла у людей несознательных, и заодно пропихиваю то, что вот у меня есть техно завалявшееся. Ну, и, как бы, они дали денег, и назвали это Summer Fashion Beat. Ну, типа, новый микс от диджея Абносова. Дал мне послушать. Я Абносова очень сильно люблю, но музыка у него дурацкая. И она, вот, по ощущениям, такая прям деревянная. Ну, такой дуц-дуц-дуц-дуц. Вот. И я смотрю на Абносова, на эти кубики, и сразу понимаю, что вот же оно, это же микс, это же деревянное это все. И вот как-то мы взяли, сложили всю эту историю вместе, и сделали обложку просто из букв Summer Fashion Beat. По-моему, несколько раз собирали и разбирали это для того, чтобы лучше получилось. По размерам это примерно трехметровая надпись такая на полу. И сделали еще из этого гифку потом. Ну, то есть там есть, когда они сами собираются, разбираются. И оформили этот диск, и уже не смогли остановиться. Потом Дэн Рудзек, который сейчас директор компании, он напилил шрифт из этого всего. И какие-то из этих букв, они остались в интерьере, то есть они прям склеены. И что-то из этого, по-моему, до сих пор висит, да? Или два раза. Да, и два раза. А, потом написали чуваки из Handmade Fonts, и говорят, типа, давайте продавать его на сайте. И вот два раза его купили за 25 баксов, по-моему, да? За 70. Я говорю, все. Этот проект был сделан в студии Tomat Design, и он тоже был таким развитием какой-то простой истории. Парни, приходите, у нас нормально. А, вы же не видите. А я не вижу, что вы не видите. А здесь, знаете, как очень красиво. У нас хорошо с фантазией, кстати. Да, у меня была такая раньше идея, просто... На самом деле, для дизайнеров тоже такая хорошая тренировка, когда ты пытаешься рассказать то, что ты сделал. Все-таки. Например, я раньше думал, что есть же разный бизнес совсем, да? Есть мелкий бизнес, есть крупный. И вот я думал, для крупного бизнеса делать портфолио так, что с анимацией, чтобы нажигать на дисках. А для мелкого бизнеса записывать на аудиокассеты. Ну, у них, типа, нет денег. И на аудиокассете там, чтобы было, там, здравствуйте, меня зовут Денис, вот хочу вам представить свое портфолио. Первый логотип – это компания «Томск подвод трубопроводстрой». И представляет он из себя большую надпись, набрано все заглавными буквами. Это конденс, очень узкий. Рядом находится шикарный знак, который олицетворяет рост компании, ну и так далее. То есть ты просто объясняешь то, что есть. Мне кажется, это очень прикольно и действительно можно так делать. А здесь, в этой ситуации конкретно, был нарисован до этого векторе аббревиатура, то есть человека J.C., а потом просто решили, что его надо сделать более интересным, поэтому сделали фотографию, и это упаковка лимитированного пива. И сделали его таким мрачным из-за того, что это портер, и вообще человек, для которого это делалось, он Жан-Клод, к сожалению, не Ван Дамм, и просто француз, который очень любит яхты и темный портер. Поэтому такой минимал, и в ней есть именно… То есть люди русские, которые обсуждали все это на составе, на других ресурсах дизайнерских, они говорили, что это вообще мрачное все. Это на самом деле, ну как будто виселица. Ну то есть там есть петля, типа, все такое. Ну это суицидное пиво, ты его выпил, и в петлю. Ну надо жизнь заканчивать. Переубедить таких людей достаточно сложно, но как бы человек, которому подарили, у него совершенно другие ассоциации, то есть ему нравятся яхты, поэтому он в первую очередь ассоциируется с этим. Собственно, сама провинция, она тоже очень интересный проект для меня, и я очень рад, что он до сих пор существует, невзирая на то, что я не принимаю никакого участия в этой студии. Но когда я пилил логотип, вообще для меня удивление, Тёма, почему вы его не перерисуете? Да, вот, пришло время. Сколько лет прошло? Блин. Короче, я его когда нарисовал, у меня сразу посыпалось гигантское количество вопросов от других дизайнеров. Ну дизайнеры же очень любят обсуждать чужие работы, и они все начали говорить, Дэн, ну типа, мы же знаем, что ты нормальный дизайнер, почему такой поганый кернинг? Почему такие поганые буквы? Ну то есть и так далее. Ну, как все критикуют, сначала похвалил, да, потом все вывалил. И вот они, давай типа обсуждать, почему так плохо все, ты что делаешь с молодыми, как ты показываешь пример свежим дизайнерам, что вот это что ли хорошо? А я всем просто объяснял, что на самом деле любой бренд, он точно так же, как человек. В человеке есть недостатки, есть достоинства. И эти недостатки, они формируют личность. У них есть что-то, что дает тебе понять о том, что это живая какая-то тема, что это не идеальная компания, в которую ты придешь и ждешь сразу подвох, что от тебя что-то скрывают, потому что все такое прям стерильное. Что здесь работают люди, у которых есть свой характер определенный. И неважно по сути, ну каким образом влияет кернинг на что-то. Ни на что он здесь в конкретной ситуации не влияет. Особенно когда все это стало в неоне, ну то есть мы просто его сделали в векторе, а потом перевели в неон. И он стал совершенно другим. Ну то есть он как раз-таки получил вот эту живую характеристику. А сама студия вообще очень прикольная. Особенно мне нравится большое количество таких мелких фишек, которые были внутри заложены. Не знаю, насколько сейчас они используются в жизни. Но вот например, когда искали стажеров, то давали им задание такое, ну не нарисовать какое-то, мы не смотрели портфолио, чтобы они нарисовали какую-то крутую штуку, а говорили им просто самое сложное, что можно было бы перевести на понимание их потенциала в профессии. То есть им говорили, принесите что-то ненужное и сделайте из этого ненужного что-то нужное. Ну типа пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Куда сложнее задание. И на самом деле вот здесь, если вы видите гипнокруг, вот этот вот, это сделал стажер Миша Гилев. На тот момент он был стажером, потом работал дизайнером. И он пошел на мусорку, ну естественно, где можно взять что-то ненужное. И перебрал его полностью, починил, сделал из этого, это был старый вентилятор советский, он сделал из этого гипнокруг. И он работает на двух скоростях, для обычных клиентов и для особо тупых. И он действительно крутится, гипнотизирует. И эта работа, она показывает твой подход. То есть научиться дизайну достаточно легко. Рисовать там в каких-то программах, в иллюстраторе, короле, не знаю, там в бендизайне, фотошопе. Все это очень быстро. Но думать так, как дизайнер, и находить какие-то подходы интересные и любопытные, этому научить нельзя. То есть нельзя научить чувствовать эту ситуацию. Можно только научить какой-то пошаговой стратегии, как в этом быть. Но если вдруг изменится ситуация, то, соответственно, ты ничего не сможешь делать, у тебя поломается вся эта структура. Потом в этой студии можно было бухать. То есть это была идеальная студия. Можно было во время рабочего дня пить, и при этом никто не напивался никогда. Ну то есть это было тоже обусловлено тем, что был такой подход, как к взрослым людям. Ну то есть мы туда долго очень искали людей, и было неважно совершенно, как и что. Вот здесь, например, на вот этой картинке показан подход ко времени в студии. У студии не было рабочего графика, по сути, можно было работать когда угодно. Главное, чтобы ты выполнял проект на должном уровне, и в дедлайн успевал. Поэтому вот здесь, например, кукушка блеванула из-за того, что ее заставляли каждый час вылазить в одно и то же время. Поэтому нельзя дизайнеров заставлять работать по графику, нельзя им говорить о том, что приходите, сидите там с утра до вечера. Если он не настроен на это физически, но он может быть сова, то он не сможет работать. Он будет делать вид, что он работает, но это будет совершенно непродуктивно, он ничего не сможет. А главное для дизайнеров это соблюдение именно вот этих вот дедлайнов, когда он что-то сделал. Но это не работает в больших компаниях, сразу скажу. Плюс вот сам по себе подход такой, он помогает реализовать достаточно много вещей, в которых ты ничего изначально не знаешь. Ну то есть вот если посмотреть на вот эту штуку, да, это что? Иллюстрация? 3D? Фотография? Или что? Как вы думаете? Несмелые какие вы прям. Это фотография. Это фотография, ну то есть я не умею рисовать. Ну вот не дал мне кто-то ничего из-за этих навыков потрясающих. Поэтому я могу это компенсировать другими средствами. Я пошел на рынок, купил 2 килограмма паприки, скальпелем вырезал из них буквы и сфотографировал. Просто в фотошопе единственное, что я вырезал эти буквы, стер сзади тень и положил снизу, чтобы придать этому некую фантазийность. Что это самое по себе висит. А так это фотография в чистом виде. И так далее. Те моменты, которые я не могу делать, я нахожу способы решения, то, как выйти из этого. То есть здесь это тоже слеплено из пластилина. Просто написано логово, если вдруг не можете почитать. Это, ну, челюсть отвалилась от восхищения. Или вот, например, был в провинции очень хороший такой заказчик. Ну, до сих пор есть контек. И они периодически заказывали какие-то сувениры. И здесь человек попросил, просто говорит, ну, надо сделать открытку, чтобы ее не выкинули. Поэтому мы предложили сразу, давайте сделаем ее из листовой стали. Сделали, ее не выкинули. Не подняли? А? Не подняли? Не, подняли. Она небольшая, от четвертого формата. Она очень прикольная. На самом деле, проектов у меня очень большое количество. И разговаривать я про работу могу очень долго. И занимаюсь этим постоянно и с удовольствием. И надеюсь, еще мы увидимся на каких-то других с вами мероприятиях. Я расскажу вам что-то еще. Сейчас спасибо за внимание. Спасибо. Ребята, вопросы? Здравствуйте, Денис. У меня стандартный вопрос к тебе. Наверное, многих он тут интересует. Я не спрашиваю, сколько стоит, но я хочу спросить, как ты называешь цену, есть ли у тебя там лайфхаки и прочее. И как, когда ты говоришь о сроках, то есть приходит человек, говорит, мне нужно тут, то, ты говоришь, в месяц и 100 тысяч. Нет, сроки – это больная беда. Ну, то есть, на самом деле, цена у меня фиксированная. Залога я беру 150 тысяч рублей за фирменный стиль 250. И на самом деле, я давно очень не поднимал цены, а сейчас хочу это сделать. Ну, то есть, какой-то ближайший… Ну, не то, чтобы прямо сейчас, чтобы вы стали свидетелем повышения цен. Нет, можете так считать, если хотите. Да. Ну, нет. Ну, то есть, просто мне надоест, и я подниму цену. На самом деле, цена у дизайнера, она формируется исключительно из-за рынка. То есть, если ты можешь продавать себя за такую цену, если рынок тебя покупает, то, значит, столько ты и стоишь. Если у тебя есть, например, в месяц 20 входящих вызовов, и из них ты сможешь обработать, там, 4, например, 5, а тебе этих проектов очень много, то ты просто повышаешь стоимость, из них остается 2, и это какая-то… Можешь поднять еще больше, и не останется ни одного, тогда опять придется возвращаться. Ну, то есть, сам рынок, он формирует стоимость, помимо твоей жадности, безусловно. Вот. Со сроками такая беда, что, на самом деле, действительно, очень проблематично у фрилансеров с соблюдением сроков, но я считаю, что здесь есть такой фактор очень важный, как… Ну, знаете, бывают ощущения такие, что ты встречаешься с человеком, а он мудак. Ну, вот такое бывает очень часто, но, как и мне кажется, это не человек мудак, ну, то есть, у него… Это, короче, переходное состояние, в котором ты тоже сам можешь находиться. И просто получается, что, когда люди не могут друг с другом договориться, они одновременно находятся в стадии мудака, и тот, и другой. Так возникают войны, катастрофы и так далее. Ну, когда очень большое количество мудаков собираются вместе. И вот я точно так же, например, бываю человеком не очень хорошим. И какое-то время назад, ну, я там на протяжении, например, 13 лет соблюдал сроки как дизайнер. У меня есть такая фишка, я никогда не опаздываю, я всегда прихожу вовремя. И это очень сильно мне помогает в работе, и, ну, есть такой лайфхак, если вдруг попутно я вам его расскажу, это то, что любой клиент, он, если вдруг он адекватный с самого начала, то если вы не опоздали, пришли вовремя, а он опоздал, то он будет извиняться. И когда он начинает извиняться, то, во-первых, он уже что-то хочет сделать для того, чтобы как-то эту ситуацию загладить, ну, если он нормальный человек. И он к вам будет более открыто расположен. и вся ваша последующая встреча, она пройдет на нужной вам волне, ну, как бы более комфортной, скажем так. Если опоздаете вы, то тогда вам придется у этого человека просить за это прощение, и он будет недоволен тем, что опоздали вы, и все, что вы будете говорить, оно уже будет со знаком минус. Поэтому очень важно не опаздывать. И я никогда не опаздываю. И при этом я раньше все время соблюдал сроки. А потом в какой-то момент я понял, что, блин, я это делаю очень давно, 13 лет. А что будет, если я не буду соблюдать сроки? И я попробовал взять заказ и вообще его не делать. Ну, прям вообще. Не то, чтобы там что-то делать и как-то переносить сроки, а вообще не делать. И это плохо. Ну, то есть, не надо повторять мой опыт. Я его не делал 7 месяцев. Но я при этом писал какие-то разные там письма. Мы общались. Ну, то есть, я не пропадал никуда. Несколько раз я писал клиенту, что давайте я верну деньги. Они говорили, что, ну, да, хорошо, возвращайте. А я их не возвращал, потому что у меня тупо их не было. Через какое-то время они говорили о том, что, ну, хорошо, мы вообще не торопимся. Может быть, вы все-таки сделаете. Вы хотите реабилитироваться? Я говорю, ну, конечно. И опять, ну, короче, 7 месяцев это продолжалось. Через 7 месяцев я вернул деньги. Во-первых, 100 тысяч, по-моему, брал. Во-первых, это был самый хороший беспроцентный кредит в моей жизни. Во-вторых, на самом деле, это показало, что, ну, эта ситуация может случиться. Что, невзирая на то, что я профессионал и вроде как должен отдавать отчет своим действиям и брать ответственность на себя в проекте, какие-то могут быть обстоятельства, которые будут во мне включать вот это вот мудачество временное. поэтому мы все люди и, как бы, я, например, понимаю тех дизайнеров, которые бывают косячить со сроками и сам тоже грешен, не скрою, но я это делаю только в тех ситуациях, когда понимаю, что результат гораздо важнее, чем тот срок, который есть. Изначально, потому что на самом деле на фрилансе выставляются сроки очень комфортные. То есть мы за две недели типа разрабатываем вам логотип, там фирменный стиль, платформу и все остальное попутно. Обычные бренды, хорошие, большие, тратят на это около года и кучу бабла. Ну, то есть многие клиенты переживают, вы же нам обещали сделать через две недели, но ничего страшного, пусть переживают. Это жизнь. Да. Денис. Да. А вот такой вопрос. Были ли у тебя проекты под НДА и как ты вообще относишься к модели взаимоотношений заказчика и исполнителя? Ну, нормально отношусь. Ну, то есть я иду навстречу клиенту, если для него это необходимо. И есть некоторые проекты, которые я не могу показывать. Но не знаю, у меня есть куча других каких-то вариантов, которые я хочу показывать и могу это делать. И нормально. Ну, то есть к таким проектам изначально, если у тебя есть, например, условия, которые тебя драконят, ну, то есть тебе говорят, что ты не сможешь выложить это в портфолио, то это лишний повод, скажем так, увеличить стоимость. Ну, то есть ты говоришь о том, что окей, хорошо, я должен получить какую-то компенсацию, даже если ты и не хотел это выкладывать. Просто говоришь, хорошо, ну, в два раза больше тогда денег. Спасибо. 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 Спасибо.